Потому что в нем принимает участие 8 команд, которые лучшими являются после первого круга чемпионата Италии. То есть нельзя назвать его полноценным Кубком Италии, тем не менее то, что здесь лучшие команды, это абсолютно точно. И сегодня вместе с вами мы, правда, уже не в прямом, сейчас в прямом эфире, но начали прямой эфир с большим запозданием. На подачу у нас Сисли Тревиза, Сисли в роли сегодня той стороны, которая, в общем-то, должна проигрывать, в принципе. Все-таки Трентина клубный чемпион мира, Трентина команда действительно и звездная, и опытная, игроков очень много достойных, об этом мы с вами поговорим. Поговорим. Ну вот странно нам, что показывают, что это у нас третий уже сет. В действительности второй сет должен был завершиться, я уж не знаю, что нам сейчас пытаются немножко показать, как происходили события во второй партии. Может быть так, но при этом цифра 3 там, соответственно, у нас появилась. Не могу сказать, никакой информации нет от французского продюсера, в каком виде, там сейчас надо показывать. Ну давайте будем сходить из того, что счет у нас 1-0 по партиям. Да, сложно сказать, почему цифра 5 там 3, мне не очень понятно. Давайте сейчас мы все-таки вернемся вот еще к этому счету, может быть нам поправят. Еще раз скажу, что это полуфинал Трентина, 3 виза и 2 сета уже позади, ну вот наконец-то поправили, поправили счет на табло. Режиссер действительно, цифра 3 слева, это третья партия, ну и 2-0 в пользу Трентина. 25-21, 25-19, я подумал, может быть, собираются показать нам, ну в общем, такой summary что ли, highlight второго сета. Нет, мы в прямом эфире, вот сейчас действительно так оно и есть. И сейчас преимущество очень серьезной 3 визы. Может быть это и даже к лучшему. Все-таки хотелось бы посмотреть борьбу в этой встрече, а не избиение. Мы поговорим о том, какие команды места занимают в чемпионате, тоже, наверное, будет интересно. Ну пока, наверное, все-таки правильнее познакомиться с составами двух команд. Соответственно, у нас уже и тайм-аут. Преимущество в первых сетах Трентина было попросту подавляющим, поэтому, ну, казалось, что все на этом как бы и закончится. Ну, видите, все-таки немножко это не так. Не свершилось, не свершилось. Так, в составе у нас Трентина. Масса звездных игроков, это касается и Козиньского в первую очередь. Это Ибиро Релли, это Хуан Торен, Жигало небезызвестный, вольболист, поигравший в России, в Калининграде. Ну, давайте просто будем разбираться, кто сейчас на площадке, потому что я вошел ровно, так же, как и вы, в эту трансляцию, как она началась после зимнего дисциплины. Так, в общем-то, и есть. Но, надеюсь, что мы с вами очень быстро разберемся, потому что, ну, хотя потому что игроки, в принципе, очень-очень знакомые. С правой стороны мы видели Александра Фея, в том числе. Итак, хорошая подача, тем не менее, справляются Фея в атаке, в диагонали. Тем не менее, в защите здорово отработали сейчас волейболисты Трентины. Ну, еще одна возможность. Первый был отокрыш, а вот это уже не просто был отокрыш. Вы видели по пальчикам, именно по пальчикам крайне нападающий сейчас бил. И очень даже все красиво, все здорово. Не успевает, не успевает Александра Фарина, Ливера. Сисли. Вот он, тот самый Хуан Торена. Блестящий, абсолютный игрок. Долгие годы, аж три года был отлучен от волейбола. Там и Кубинская Федерация постаралась, там у него и проблемы были с допингом. Тем не менее, вот у него контракт подписан аж до 2015 года. Действительно, Газийский, который сейчас в кадре вашего внимания, игрок, который, скажем так, заявил о себе, ну, на полную мощь в московском Динамо, вот этот игрок сейчас лидер, ну, и два линии лучшего клуба Италии. За последние, по крайней мере, два-три года, это точно. А в свое время Сисли как раз сделал такой задел себе, исторический, условно говоря, что именно он считается самым титулом клуба Италии. Хорошая была, замечательная была игра на блоке. Вот и попробуйте справить, справитесь с этим, Шурияновым, с торком. 2.05, рост этого липалиста. Вот теперь тайм-аут уже берет. Как раз наставник. Не Тринтин уже, а наставник именно. В смысле, я уже говорил о том, что эту команду возглавляет человек, ну, во время одного из матчей чемпионата Италии, который хорошо известен российским поклонникам болейбола Роберто Пьяцца. Ну, скажем так, не просто сегодня ему, мягко говоря, потому что видим, как мощно действует именно Тринтин. Вроде бы 0.4, вроде бы какие-то были возможности, ну, а возможности пока мы видим, эти абсолютно не реализованы. Еще очень хорошие турниры. И четверка лучших команд, она просто выглядит, ну, блестящим образом. Кунел Мачерата, второй полуфинал. Здесь вот у нас сложное название, спонсор, но это все Тринтин, это все Тренту. Я говорю сейчас о команде, которая на подаче. Феи приходится сбрасывать попросту, оставлять мяч в игре. Хороший блок, может быть, но, вы видите, не стал столько рисковать и правильно сделал абсолютно. Красавица. Феи, ну, и в защите здорово сейчас играли. А вот здесь, так как первым темпом крайне не точно оказалось, судя по всему, с высотой он не справился с центральной. Облокирующий, но похоже, да, похоже, чтобы Елица не рассчитал. Посмотрите, вот этот эпизод был очень даже смачным таким. Ну, и здесь, посмотрите, в принципе, Бонинфанте, это связующий. Сисли сделал все вроде бы верно, особенно одной рукой справиться с этой передачей. И справился бы Елица. Выбивает из приема абсолютно сейчас. Ну, и волейболисты Тринтину. Ну, и вот ошибка. Наверное, Сторг тоже не безошибочный игрок. Кстати, хитро у него здесь. У него вроде бы на волейбольной майке написано «Стока». Ну, наверное, упрощает он свой Ян Сторг. Так, а здесь была передача крайне неудачной, поэтому мяч в игре сложнейшая доигровка. Кто лучше? Вопрос еще. Открыет. Ковар сейчас не смог добить до пола, а жаль. Ну, еще одна попытка. Ну, теперь она уже на стороне. Ох, как красиво. Но это должен был Хазийский быть, насколько я понимаю. Это его высота. Номер один. Он и в Италии номер один. Прекрасный рост. Простите, 2.03. Человек, который может и диагонально игрока исполнять, может и быть доигровщиком, принимать. Так что все умеет. Ну, это Берарелли. Это у нас блокирующий. Обычно вроде бы как именно два итальянца. Чаще всего выходит как раз именно у Трентина. Не столь они высоки, но, в общем, тактически очень здорово обучено. В том числе и Берарелли. Взрослый парень, 81-го года рождения. Ох, какой классный момент. Посмотрите, Хазийский. Просто блистательную игру сейчас показывает. И Пайп, пожалуйста. И вот здесь высокий прыжок. Казалось бы, все уже нацелено до трое блокирующих. Ну, и видите, что и Фарина вроде бы свое дело делает. Тем не менее, блестящий абсолютно обманный удар. Получилась практически скидка. И Фарина не успевает. 7.5. Все может закончиться так, по большому счету, и не начавшись. Ну, что ж. Новико Елица сейчас. 2.02. Фарус этого волейболиста не очень хорошая силовая подача. Подождем. Может быть, и что-то все-таки здесь у нас получится. Так вот, что касается блокирующих. Завершая тему. Как раз мы видим Трентино. Молодой Леонарди. Но чаще всего Беррорелли у нас играет. И еще куда-то даже более опытный у нас, соответственно, Андреас Салла. 78-го года рождения. Вот такая опытная пара. Очень опытная пара блокирующих. Есть еще Риат Гарсия Пирос Рибейру, бразилец. Но, откровенно говоря, я мало что о нем знаю. Итак, Геллица. Геллица у нас подает. Отличная подача. И уже счет 7-7. Здесь надо, надо, надо заблокировать. И здорово. Здесь, в общем-то, конечно, вопросы, в первую очередь, к Срезующему. Но и он-то, вы видели, мяч доводился до него не лучшим образом. И, в свою очередь, он настолько сделал безобразную передачу. Он просто как мог так дотянулся до мяча, но не более того. Вы знаете, у нас проблема со звуком. Мы уходим на рекламную паузу. Я не знаю, слышите ли брак по звуку. Вот, наконец-то он прекратился. Но мы уходили на рекламную паузу. По этому поводу, а потому что технический тайм-аут все-таки навязывают борьбу сейчас подопечные яцы. И это очень приятно. Это очень приятно. Благодаря вот этой силовой подаче пауза в пользу неподающего, тем не менее, тем не менее, все-таки здесь у нас что-то может быть интересное. Я так считаю. А почему бы нет? 8-8. Подают пока обе команды замечательно. Снимается и очень здорово сейчас ковар. Терский доигровщик. Хорошие данные у ребят, которые, в общем-то, даже неудивительно, что многие, много очень не итальянцев в этих двух клубах. И что любопытно, что большинство тех, кто приходит, все-таки и под данным своим физическим превосходит именно местных игроков. Тут и рост, и прыжок, все в порядке. Это касается и хорстинга, это касается и того же ковара, если говорить именно о команде. Команда, действительно, если вы посмотрите, то, что делает сейчас Эржи Хова. На прекрасной высоте, без шансов каких-либо, подстраховый, не подстраховый, шансов никаких не было у него Цветлого Соколова. Ну, а про интернационал мы еще с вами поговорим. Действительно, выглядит это крайне любопытно. Как все делает правильно, своевременно и просто мастерские козейские. Посмотрите. Двойной блок. Здорово. Развернул он свою замечательную правую руку. И по линии отыгрался как раз именно по блоку. Все сделал мне. Ой-ой-ой, какая еще и подача. Посадил. Принимающий. Вот здесь Фалк может придется еще раз очекать тайм-аут, если такая подача получится. Фарина оказался попросту не готов. Ему вроде бы это обязанность. Кстати, Папе появился на площадке, не знаю с какого момента. Легендарный Папе. Которому через пару лет уже будет 40. Но вот он как раз работал в приеме. В общем-то, он по идее должен помогать здорово своему. Либера. Опыт как раз игрока, принимающего у него колоссальный. И слава богу, ошибка. Козейского остановили только так. Другое дело, что есть сейчас время чуть-чуть подопечно дости настойчиво. Ага, все это по всему, да. Понятно. Наступило на леднии подачи. И, конечно, до свидания. Но надо здесь, надо поточнее играть, иначе при вот таких ошибках, да, я думаю, что могут довести спокойное дело то победы для волейболиса Тринтино. Ну, несомненно, Альянский чемпионат один из самых серьезных считается в мире. Я бы его назвал бы первым, ну, рядышком, российский чемпионат. Просто блестящая атака. Это Хванторена тот самый Хванторена. Поиграл он, кстати, в России. Вот такой небольшой период. В 18-го года, а в общем-то, у него, вы знаете, мне уже совершенно фантастическая карьера, если говорить, и о достижении в какой-то степени, и о его каких-то, знаете, на проблемах личного характера, ну, все у него было уже. Вот так вот бывает. Вот так вот бывает. Да, конечно, вот эти два игрока, ну, мне кажется, абсолютно лучшие в Таинской команде. Звезды. То, что касается Хванторена, он выиграл с этой командой итальянский чемпионат в 2010-м Лиге Чемпионов, тогда же клубный чемпионат мира, чемпионат клубный мира в 2011-м году. Так что... Все в порядке, все абсолютно в этой команде сбалансировано. Еще раз скажу, что вроде бы такие, скажем так, не суперзвездные итальянские блокирующие, но эти люди поиграли в сборную. Италия очень опытная, пожалуйста, так, примем. Чистенько сработано, попробуй там разберись, что с этим мячом делать, да? Мягко, технично, и вроде бы как даже без задержки мяча. Вера Долювера Рафаэл, бразильский связывающий на подаче сейчас. И состыковка блок помогает, или не помогает. В итоге все против Сеслина. Все абсолютно, посмотрите, вроде блок неплохой. Да, второй технический таймал, и ситуация уже кардинально изменилась. Лидирует абсолютно методопичные пьяцы, которые подали ваше внимание. Болгарин, остойчивый. Да, вот, стойчив собрал здесь массы поляков и своих замечательных болгарских волейболистов. Вот, бразилец есть Рафаэлла, и, соответственно, у нас тут и... Кубинец Хвантарена, так что, кубинец, он получил паспорт итальянский, поляк Жигадло. Действительно, все, что хочешь, то что хочешь. Нет, ограничений никаких, поэтому не убираем. Вот, если есть полный список, посмотрите, я вижу, вот, два болта, Болгарина, два... Нет, даже три болгарина, простите, потому что в заявке на сезон у нас есть Околов, Боротоев, Козийский. Вот так вот, поляк, Чехсторг, хешман просто. Бразильцы, два человека. Здорово, просто здорово. Уфея где-то в какой-то момент провис, на мой взгляд, не помогал в команде. Да, есть такие люди, достаточно известные, и все следы, да, касаются Марсела. Марсела у нас, я не знаю, появлялся в первых сетах или нет, это бразильский связующий, олимпийский, ну, это чемпион мира, многократный, да, олимпийский чемпион, но, правда, не 2008 года, а все-таки 2004 года, насколько я помню, тоже был, как всегда, второй связкой, тем не менее, был. Чемпион мира действующий и обладает многократный, обладает золотых медалей на мировой лиге, и вот он пришел, 5 января, но мы видим, что все-таки Боннин Фанты, по крайней мере, и в этой встрече я его вижу на площадке, а не Марсела. Может быть, сейчас он уже и появится, посмотрим. Да, ну, вот такая грустная история, все может закончиться очень, даже не очень рано. Монси Брянца, вот, кстати, команда Трентина играла, 3-0 выиграла, вообще-то, в финале, вчера-то обыграла Тон Калипо Вибу Валентина, 3-1, Кунело обыграла Сангустина, Люиди Батчи, 3-0, ну и Сисли обыграл Казумодо, 3-1. Преущество вот этой четверки, мне кажется, ныне достаточно заметно с альгуми соперниками. Вы смотрите, в чемпионате 41 очко у Тритино, у Кунело 33, у Мочирата 32, у Тривиза 26, ну и вот мы видим, что конечно посильнее Тритино, что должно случиться, очень-очень серьезно и неожиданно, потому что Тритино пустил вот эту инициативу. Аганто Бонинфанто сейчас не сумел переправить мяч, да, сказать о том, что доводка была блестящей, нет, конечно, тем не менее, вот то, что он попытался сделать, схитрить и обмануть скидки соперника, мягко говоря, не получилось, получилось полноценное очко для Тритино и таймаут Яци обеспечен, абсолютно. Да, вот эти четыре команды, Тритино, Кунело Мочирата и Тривиза являются лидерами чемпионата. Мочирата блестяще выступает в Кубке Мизана, главный претендент на победу. Ну и что касается других итальянских команд, тут, скажем так, по-разному обстоят дела, по-разному, по-разному, ну, в любом случае, команды продолжают спорт за Еврокубки, кто в Кубке ЕКВ, как, например, тот же Синслив, так что ничего удивительного нет, ничего нет. Ну, Бастин Стойчев не первый год, но возглавляет Тритино в 2007 году. Он пришел, был вторым тренером в московском Динамо. Это, по-моему, такой момент любопытный, что он практически первым, второе место заняло в своей группе Лига Чемпионской. Страсть Белхатова кольского городка запередила. В принципе, ничего, как бы, в этом, как бы, совершенно страшного нет, как вы понимаете. Бывает, и так, и сяк. А вот что касается Синслив, я уже сказал, что команда достаточно неудачно выступила, заняла она третий месяц в своей группе, где играл автоматик Белгородский тур из Франции. Ну, и, соответственно, как уж и получили, что команда теперь попала, как третья команда группа попала в галочку в клубах Лига. 20 на 17, и, в общем, шансов, что матч пропитывается Белгородский тур, никаких практически нет. Опять тыльс в исполнении Казинский. Фантастика, просто фантастика. Блестящая абсолютно форма. Ну, или так, что сбрать с этим игроком такое ощущение, что попросту невозможно. Постоянно, вот, в матче против, например, Гротте, Костян Гротте, да, в чемпионате 3-1, когда команда 3 эйса было, чаще других подавал из обеих команд. Под 60% у него эффекция игры в атаке был в этой встрече. С Монци-Брянцы чуть меньше, в общем, конечно, игрок выдающийся абсолютно. Они в блестящей форме находятся, так что, суть по всему, все закончилось. Ну, давайте посмотрим, как в Мротте, на игровке. Вот, судя по всему, уже масса была замен по ходу этой встречи сделана. Я, цель сказал, любые варианты, чтобы спастись. Ничего не получается. Казинский, пожалуйста, находится на задней линке, за 3 метров атакует так, как это, в общем, боковой игрок. Посмотрите, высоченный прыжок, и здесь, ну, и блокирующий, конечно, чуть-чуть не смогу бы помочь чуть-чуть больше. Хотя, конечно, явно здесь на Фарина расчет был. Все-таки двойной блок, да. Ход закрытия одновременно на линию не так-то просто. Может быть, в какой-то степени здесь расчет был на то, что Фарина сыграет на своей позиции. В принципе, расположился он в правилах, правильно, абсолютно. Но настолько мощно получилась атака у Казинских, ну, это как стандарт, поэтому. В общем, это гостандарт, я так сказал, на высочайшем, в мировой. Вот игрок неоднократно признавался лучше подающим, нападающим на всяких турнирах, в том числе и Лиги Чемпионов, с подачей у него просто потрясающе. Право, проникает. Ну, тут же так. Проникает. У меня все-таки, что, как, почему. Ну, вот, видишь, цветовый соколок появился, в Твинтине, там, где все в порядке, давали летать у этого молодого парня, 89-го года рождения. Сегодня все в порядке, абсолютно. Короче, не подача, она тоже имеет свои последствия положительные для Твинтино. Я, конечно, пытался опытнейшийся мной или папе сейчас что-то придумать, но ничего абсолютно не придумал. И, да, в общем, игры у нас сегодня никакой не получилось. Жаль, хотелось бы посмотреть, конечно, на волейбол. Более высокого качества со стороны, конечно, Сислия. Итак, Твинтино легко попадает в финал, который будет завтра, 8 часов, кстати, в Московской тренировке. И, по-моему, там все будет в порядке с первой трансляцией. Кто будет вторым трансляцией, вы узнаете из новостей. Играет, соответственно, там, напомню, Мачарата и Гуне. Так что, я думаю, что там все-таки будет повеселее картина. Здесь же у нас абсолютно без вопросов. 25-21, 25-19. Ну, и последний сет тоже, в общем, ничего особенного не произошло, как вы видите. 25-19, Твинтино уигрывает, еще раз напомню, Сислия из Тревизо. И попадает в финал Кубка серии А. Вам помогал смотреть волейбол Ильпанкратов. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok